С недавних пор отказываться от прививок в нашей стране стало некой модой. Это является огромной проблемой. Однако вакцинация является наиболее эффективным экономичным и доступным средством в борьбе с инфекциями. Об этом сообщает Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека. Для борьбы с этой проблемой в стране будет проведена Европейская неделя иммунизации. В этом году лозунг недели «Вакцины действуют». Главная цель этого события – привлечь внимание населения, власти и различных организаций к проблеме инфекционных заболеваний, которые можно победить только с помощью прививок. Напомним, все необходимые прививки можно получить в любом лечебно-профилактическом учреждении Бишкека по месту жительства. Ни для кого не секрет, что в студенческую пору постоянно хочется спать. Студент может спать в любом месте, времени и положении. Оказалось, что наши чиновники не сильно отличаются от студентов. Это выяснилось на вчерашнем форуме «Цифровизация Кыргызстана. Развитие регионов». На форуме выступал президент, а также участвовали представители различных госорганов. Однако некоторые чиновники, которые сидели на задних рядах, да и не только, просто спали. Более выносливые просто зевали и прикрывали на короткое время глаза. Некоторые коллеги непутевых чиновников при виде того, что их снимают, начинали будить соседей. Бульвар Эркендик не для детей. Это стало известно сегодня на встрече вице-мэра по вопросам ЖКХ и Аксакалов на этом же самом бульваре. Изначально встреча была проведена для того, чтобы решить проблему парковочной зоны. Но разговор плавно перешел к теме детей. На бульваре находится несколько детских площадок. По мнению Аксакалов, они мешают сохранять статус спокойного и тихого бульвара, а детские площадки должны быть установлены во дворах. Помимо этого, на бульваре гуляют множество влюбленных пар, которые подают плохой пример детям. После такого громкого заявления в муниципалитете отметили, что вопрос о демонтаже детских площадок и переносе их во дворы остается открытым. Его вынесут на обсуждение. Субтитры создавал DimaTorzok